Всем привет, друзья! С вами Нильфгорд, и это игра TerraTech. Продолжаем играть, и продолжаем играть не на том мире, конечно же, на котором я играл, а на новом. Потому что я пытаюсь любыми способами найти решение проблемы того, что миссия бы выполнилась, так ничего у меня и не получилось. Да и, ребята, все комментарии, которые вы писали, они были существенно плохими, потому что решить эту проблему практически никак невозможно было. Ну и я заново начал, прошел именно до того уровня, когда мне как бы можно эту миссию пройти. Я ее просто-напросто прошел, и вот уже как бы следующее сразу появляется, следующее задание. Кстати, как раз таки я качнул ГСО, компанию третьего уровня, и здесь на третьем уровне ГСО мне дается уже черное, по-моему... Нет, или это не так? Сторидж-блок, это как раз таки вроде бы именно это и есть. Говорить о моем транспорте, ну, тут можно добавить. Очень мне повезло, мне попался, так сказать, в мои лапы попался охотник на меня напался, вот этими винтуренскими быстрыми колесами с тремя двигателями и двумя батареями. Как видите, теперь у меня такой скоростной броневичок получился, он довольно-таки быстро ездит, но... Как быстро? Ну, когда вот мы включаем двигатель, тогда он немножечко ускоряется. Тут я как бы поставил вот такой кофт, чтобы он сгребал все предметы, которые я встречаю. Ладно, давайте продвинемся вперед немножечко, потому что все-таки проблемы есть. Проблемы есть в том, что... Сейчас, сейчас проверим быстренько. Вот до сих пор вот этот предмет, неизвестный предмет, к сожалению, я не могу крафтить. Это... Как это? Передатчик энергии, да? То есть, когда мы ставим солнечный... Ой... Забавно, когда из-под тебя что-то вываливается. Это передатчик энергии, когда мы ставим солнечные панели, мы можем поставить, к примеру, на них этот передатчик. Вот здесь сейчас сторидж-блок, он вы... По-моему, он падает. Мы можем поставить этот передатчик энергии, и он нам будет передавать энергию на наше устройство. Ну, то есть, все должно быть круто, в общем. Ну что ж, отлично. Мы, в принципе, нашли сторидж-блок, и теперь нам нужно его защитить. Видите, это задание неизменно. Там, смотрите, малыш какой напал на меня вообще. Вообще мы прям вот маленький-маленький. И, кстати, пушки у него очень даже достойные. И таких пушек у меня до сих пор нету, потому что... Да что ж ты не можешь умеет никак, а? Вот такой маленький, а противный-то какой, да? Посмотрите, у него целых четыре пушки. Так, взорвался, отлично. Ну, давайте вот здесь вот спереди поставим. Вот, что не хватало для моего полного устройства. Так, ну и устройство пошло работать, как видите. Можно к нему поставить солнечную батарею. Ю, батарею. Так, ладно. Электричество вроде бы есть. То есть нам говорят, типа, вот инвентарь, вот, ха-ха, круто. То есть мы можем, допустим, поставить что-нибудь, обратно туда положить. То есть все вообще шикарненько все получилось. Блин, что-то с заданием, оно как-то не может успокоиться все никак. Вот, вот. Теперь вот успокоился, и теперь у нас появилось следующее задание. Так, давайте, чтобы ровненько вот здесь вот уберем. Да что такое-то? Да ладно, ты же должна... Вот, странно. Ну ладно. Вентура, лицензия Вентура появилась у меня. То есть я тем самым открываю квест Вентуры, и смогу их выполнять. И крафт бизнес... Бузинес, как правильно читается, я не знаю. Давайте туда отправимся, узнаем немножечко нового о крафте, потому что все-таки хотелось бы полностью крафт изучить. Не забывайте, что крафт здесь совершенно по-другому теперь выглядит. Да, он был до этого. Ребята пишут мне в комментариях, что да, он был, но его было сложно делать. Я об этом знаю. В этой же версии они сделали реально упор на крафт, и теперь он реально легко, как бы, легко можно построить систему крафта и легко разобраться в этом во всем, и при этом при всем очень легко вообще заниматься крафтом. Так что ускоряемся! Будем надеяться, что ничего не залагает, и все будет в порядке. Так, здесь чему-то нас еще научат. Не знаю к чему, но сейчас посмотрим, заценим. Пока он будет нас обучать, мы давайте вот так вот делаем, вот так вот сделаем, и начнем сборку, да, то есть прокачку предметов. Чего он сказал? Я вот не понял, что он меня сейчас просит. Чего он просит меня сделать-то? Серьезно. Чего он от меня хочет, и я не понимаю. Вот, вот, вот и опять же. А, вот он, что-то 4... А, смотрите, он плюмбит ор, требует мне принести, и 4 дерева, да? То есть как-то так. Так, ладно, давайте попробуем. Сейчас вот мы так вот сделаем, здесь немножечко пошаманим. Здесь какой-то предмет, из-под меня какой-то предмет выпадает. Так, 4 дерева, короче, и... Окей, окей, давайте сделаем. Но единственное, что я хотел бы сделать вначале, это купить один предмет. А где он у нас находится? Ну-ка, ну-ка. Чёрт, вот, вот, я же его точно могу купить. А, вот он, коллектор, который мы теперь можем приподнимать. Я вот здесь вот именно их так поставлю. Так, давайте, вон я вижу, кстати, все нужные ресурсы, по-моему, рядом. Мне, если я не ошибаюсь, нужен не дерево, а вот этот вот пластик. То есть, вроде бы пластик. Так, вот смотрите, всё, 4 штуки нашли. Отлично. Поднимаем. Так, вроде бы здесь вот есть пластик один и 4 плюмбита есть. То есть, надо будет деревья только собрать. То есть, в принципе, в этом нет проблем. Давайте соберём, принесём. Могли бы, конечно, сами. Сама игра могла бы... А, он не хочет эти предметы поднимать. То есть, он поднимает только те, которые нужны. Забавно. Четыре ещё пластика. Это вот эти вот шарики. Именно вот эти вот шарики. Так, вон один шарик. Вот он. Вот, вот так вот. Блин, ага. Фигушки. Я тут подниму сейчас эти шарики, потому что... Ну, давай. Так, ну-ка. Вроде бы два дерева сломал, а шарик всего лишь один здесь. Ну, ладно. Где ещё деревья? Вон ещё дерево есть. Блин, не близко. Ну, ладно. Сейчас найдём. Так, вроде бы я всё добыл. То, что нужно, по крайней мере. Да, вот теперь всё нормально. Вот, нужное количество. Даже больше чуть-чуть. Так, давайте посмотрим, теперь что будет у нас по заданиям. Говорят, поставить вот эту станцию, вот так вот развернуть. И вот, кстати, вот этот глюк у меня был ещё один раз, когда я играл на стриме. И вот он говорит, типа, а, нет, может быть я неправильно поставил реально. Вот так вот. Вроде бы вот так вот нужно ставить, но что-то не то. Да, ребят, я перезагрузил игру, то есть зашёл заново в игру, ну, то есть сохранился, вышел, заново зашёл и переставил просто устройство, оно заработало. То есть всё нормально. Слава богу, что это не заглючило. Давайте до конца попытаемся, пытаемся, пытаемся до конца поставить себе батареи. Итак, и теперь, мне говорит, колесо нужно скрафтить. И посмотрите, это говорит о том, что крафт, какой крафт? То есть я заказываю, мне нужны переработанные ресурсы, и вот как раз-таки... А, нет. А, то есть они, наоборот, тут имеется в виду, показано, что... Они не идут сначала сюда, да? То есть они идут именно по... Где произведён запрос, там они туда и идут. Они не цепляются никакие в рефайнере или ещё куда-то. Вон, говорят, здесь как раз-таки теперь крафтовые блоки, и вот теперь крафтовые блоки как раз-таки, наверное, скрафтятся, покажут нам. Похоже, да, именно так оно и произойдёт. Ну да, так я и знал. Это намного лучше, конечно, вот я уже говорил о том, насколько они продвинутую систему сделали крафта. Она вообще очень лёгкая, очень удобная, просто. Теперь единственная проблема — это приносить сюда ресурсы. Вот, ну как проблема? Ну такая, да, как бы... Это проблема добычи. Очень удобный крафт стал. Совершеннейшим образом удобный. То есть лучше я не видел, наверное, уже. Лучше в этой игре. То есть они реально наконец-таки этим занялись. Потому что я много раз говорил, что база здесь не актуальна. База здесь не очень нужна. Миссион комплит. И давайте посмотрим, могу ли я... О да, ребят. Вы видите, что происходит. Я могу скрафтить эти предметы. Это потрясающе. Но для начала мне нужно кое-что изменить. Во-первых, мне нужен магазин. И... так. Геокорпс. И вот эти блоки. Выборочный коллектор. Так, нет, 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 нет. Ну да. Вот так вот именно мы сейчас его поставим. Этот выборочный коллектор, он у нас будет по бокам здесь. Вот эти две вещи мы скидываем. Эти две вещи мы скидываем. И таким образом мы сейчас отправляемся на поиски вот этой руды. То есть мы сегодня с вами скрафтим беспроводной модуль подзарядки. Скрафтим именно его. То есть рецепт он есть, как бы, остается скрафтить. То есть нам нужна радиолусовая капсула, плюмбитовый слиток и гниановый кристалл. Вот это водится в лесах, это водится в пустыне, а это везде водится. Так что мы немножко, кстати, плюмбом вот тут прям таки и есть. Единственное, что я бы еще хотел сделать, мы сейчас разберем с вами базу и соберем все предметы, которые мне понадобятся просто. А потом уже построим базу основную. Потому что так, мне кажется, будет намного правильнее. Давайте соберем устройство, да и вообще сделаем это в ускоренном режиме. Так, ну что ж, собрали устройство. Придется здесь не ускоряться, придется, ну, как бы, на медленной такой скорости ехать. Потому что даже при такой медленной, вроде, скорости ресурсы прямо на пределе висят. Вот это вот как раз таки тот кристалл, который мне нужен. Его мы переработаем и его сделают уже нормальным. Так, давайте его соберем побольше, побольше, побольше. Если что, мы его просто переработаем. Так, отлично. Плюмбом, вроде у меня три кристалла есть. Теперь вот единственное, сейчас ночи я не вижу, где зелень, да. То есть я не вижу, где зелен... Ну, давай, давай, прям не едет. Я не вижу, где зеленый биом, надо туда именно отправиться, потому что в большинстве случаев... Да, смотрите, я не могу ехать. Перег... Ну, колеса перегружены. А-а-а, нет, 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 вру. Не колеса перегружены, а... Я просто центральной частью своего устройства сел на брюхо, короче, одним словом. Ладно, нужно лес найти и именно там найти зеленые вот эти вот жидкости или как-то так. Потому что, ну, она реально на жидкость больше похожа, по крайней мере, когда из нее выдавливают ее. То есть она такими капельками получается. Но также ее можно найти и... Так, что-то у меня как будто выпало. Также ее можно найти и просто вот везде, где угодно, так сказать, в пустыне тоже. Ну, понимаете сами, что мне должно просто еще повезти, да, как бы. Так что давайте поищем. Вон, видите, зеленая. Вот именно за этим я рвусь, так сказать. Вот здесь вот есть кусочек базы. Давайте ее соберем тоже. Вообще, в большей степени мне, конечно... Нет, 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 не то, не то. В большей степени мне нужны здесь склады. То есть вот этот склад, он мне больше всего нужен. Так, в принципе... Давай, подбирай. Единственное, неудобный момент, он как бы неудобный в плане, ну, просто уже придирок, наверное. Вот эта черная дыра очень долго включается. Единственный момент, который немножечко Не то что раздражает, но он неудобный просто Так Отлично, все собрали, но ладно Несколько секунд Мы можем потерпеть Забавно, когда из-под тебя что-то выпадает Давай На брюшко я начал садиться, потому что Не очень приходится быстро двигаться Приходится наоборот медленно двигаться Вот эти материалы, я даже не буду Как бы спешить Давайте построим сейчас здесь базу хорошенькую Такую симпатяшную, крафтовую И на ней будем уже собирать Наши Передающие устройства Притом, когда я его соберу один разочек Скорее всего, уже я его смогу покупать Так что, блин, это очень круто Так, давайте обратимся К нашему Складу Именно складу, то есть в первую очередь Давайте поставим два склада, на них Скинем вот так вот То есть именно все должно слетать с него Потом мы вот так вот Делаем Вот сюда у нас как-то почему-то движется Ну ладно Потом здесь ставим вот этот предмет То есть если нам нужна будет переработка И вот этот предмет Если нам нужно будет Так, давайте Делаем Запрос Как видите, уже нужные материалы Пошли на переработку То есть он говорит нам, что нужен один По-любому один Вот этот кристалл И Вот этот зелененький, который мы сейчас добудем Надеюсь на складах здесь хватит места Потрясающе Как видите, система работает То есть я даже несколько предметов таких смогу скрафтить Просто вообще шикарно Так, ну-ка Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Добывайся-добывайся-добывайся-добывайся Нужно немножко другое устройство Ну вот, смотрите Теперь он запрашивает У нас Вот этот зеленый Все он Короче Вот он уже есть И Отлично Давайте сразу еще один скрафтим Он говорит уже, что скрафчено То есть Ну, все Потрясающе Все работает Так, давайте где-нибудь здесь Вот мы сейчас Вот так вот сделаем И Ну нет, нет Куда-то покатился И Все, ребят Энергия передается Теперь Мы наконец-таки Стали полноценным устройством То есть Нам ничего не мешает Нам У нас Так Вот так вот То есть У нас Все теперь есть Все блоки есть И Посмотрите Ну, как бы Это Могу скрафтить Что у нас не хватает Вот это Могу скрафтить Понимаете То есть Теперь нам не нужно Суетиться И Катать по локациям И искать врагов Как написал один из Подписчиков в комментариях То есть нам не нужно Прям напрягаться Знаете Очень много времени Тратить Нам теперь Нужно просто Крафтить Крафтить эти предметы То есть Скидывать сюда Допустим Кучу-кучу ресурсов Разнообразных И Крафтить 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 И еще раз Крафтить Блин И это Это потрясающе Я вот Наверное Себе Последний Сейчас Скрафчу Материал А Плюмбума Нет Да Плюмбума Плюмбума А здесь Я тоже Его вроде Не вижу Значит На этом И будет Все Вот Пускай У меня Три Таких Передающих Устройства Будут И все Видели Выплюнул Все остатки Так Давайте Посмотрим Что я Не могу Скрафтить Ах Вы Вы понимаете Вы понимаете В чем Суть Да В чем Соль Ах Круто Но вот Здесь Допустим Если делать Турбинные Пропеллеры То нам Нужен Смотрите Плюмбовый Слиток Нам нужен Вот этот Фибрунчанг Фибрунчанг Я даже не знаю Что это такое Но примерно Представляю Это вроде бы Такой Типа Гейзера Нет Не вот то Что вот там Вот такой Штуки Это в пустыне В общем Материал Его Можно найти Но вот Я сейчас Не вижу Здесь поблизости Чтобы его показать Вроде бы Это именно Та штука Потом Это у нас Как бы Вроде бы Типа нефть И вот эти вот Селестиевые Кристаллы Это вот Самая Такая штука Проблемная Она находится В пустыне То есть Ребят Понимаете Все Все рецепты Я могу Теперь открыть То есть Вообще Без проблем Круто Что еще Скажешь Так Давайте Я это все Скидываю Все это Я тоже Скидываю Потому что Все это Круто Конечно Но Поедем С вами Не крафтить Потому что Сейчас мне Турбины Ну Как бы Не то что Не нужны Я бы Конечно Не отказался От них Я бы Продал Эти все Ресурсы Но К сожалению У меня Нету Магазин Ну Как Как Это Называется Это Прибор Который Вот Как раз Передает Продает Все Предметы Там Забыл Ну Ладно Ничего Страшного Думаю Не случится Если Я это Забыл Так Вот Укатываются Они здесь Конечно Это Это Так Так Все Готово И Теперь Лицензия Вентуровская Куда-то Очень Далеко Нужно Отправляться Когда У меня Появятся Все Влоки Ну Тогда Я Наверное Буду И продавать Немножечко Потому Что Ребята Написали Что Все Так С Десяти Процентным Как Удержанием Продаются Предметы В магазин Но Не забывайте Что Крафтим Мы Допустим Один Предмет Потратили На это Очень Большое Количество Времени Здесь Я сейчас Убью Вот Это Устройство С него Выпадет Куча Колес И Даже С Десяти Процентом Удержанием Это Легче Продать Это Легче Продать Эти Предметы Чем Крафтить Такое Количество Предметов И Ну Как бы Продавать Что Либо Ну Чтобы Их Получить Что Ну В общем Ну Не знаю Мне кажется Что Продавать Легче Вот Именно Предмет Хотя Может Быть Знаете В чем Будет Профит Еще Один Собирать Предметы Разбирать Их На Ресурсы И Продавать Ресурсы Вот Так Еще Может Быть Очень Крутая Система Поднятие Финансово Финансовой Поддержки Так Сказать Меня Единственное Знаете Что Я Не Вижу Вот У меня Один Бой Был Это У меня Уже Половина Батарей Нету Очуметь Конечно Как же Все Плохо Это По поводу Батарей Конечно Они Здесь у нас Сейчас Какой-то Прибор Новый Дадут И Это Кабина Это Боевая Кабина Дрона Защитника Это Круто На самом Деле Но В данный Момент Она Мне Не Очень Нужна Так Что Я Сейчас Соберу Все Предметы И Восстановлю Энергию И мы Поедем Дальше Ну Что Похоже Остается Блин Не Хватает Мощности Смотрите Двигатели Прям На Пределе Работает Видно Что Искрятся Давайте Поможем Поможем Ну Уже Вон Там Вон Того Малыша Остается Убить Ради Вентуровской Лицензии Ну Ладно Мы Уже Спустились В принципе Отлично Вот Горы Это Самый Неприятный Ох Какой Он Шустрый Какой Шустрый Прям Вообще Вы Видели Он Ко мне Подлетел Так Ну Что Мне Дают Колеса Пушки Фонари Это Круто На самом Деле Пушки Вот Эти Они Не Помешают Они Очень Удобные Для Защиты Ну Боковой Защиты Для Боков Как Хотелось Так Сказать Боковая Защита Благодаря Этим Пушкам Прям Вообще Очень Феерично Начинает Отрабатывать Почти На все Сто Процентов Так Вот Давайте Лампочку Поставим Так Можно Где Нить Вот Здесь Еще Дополнительное Освещение И Какой-то Смотрите Крафт Крафт Бизнес Пятый Ух ты Надо съездить Посмотреть Это интересно Что там Что там Нам научат Так Я приехал Давайте Посмотрим Как-то Все Такая Слабенькая Очень Баска Посмотрим Сейчас Давайте Чему Здесь Нас Научат Как раз Получим Это устройство Продавать Блоки Можно Кстати Пока Отстроить Батареи Чтобы Так Это Какой-то Новый Блок Я Такого Что-то Не Помню Ребят А Скорее Всего Это Разбиратель Да Ну Как бы Устройство Которое Разбирает Устройство Которое Разбирает Устройство Но Как-то Так И Говорит Вот сюда Вот поставить Отлично Давайте Посмотрим Что дальше Нам Типа Туда Что-то Запихать Нужно Говорит Да Скорее Всего Я Так Подразумеваем Возможно Я Конечно Немножечко Ошибаюсь Но Похоже Именно Что-то Нужно Запихать Сейчас Посмотрим Как это Работает Давай Ну Включайте Уже Господи Давайте Лазер Да Именно Похоже Да Вот Видите Проглотил И Пожалуйста Вот Блоки Из которых Сделано Было Это Устройство И они Сразу Продаваться Поехали При этом При всем Как видите Они Не Скрасывают Если Здесь Поставить Еще Блок Который Привозит Блоки В более Модернизированные Да Как бы Обработанные Блоки То я Получу Больше Денег С Продажу Это Как бы И так Понятно В принципе И Тем Самым Посмотреть Допустим Вот Возьмем Ну Просто Давайте Вот так Оп Ставим Так Нет Немножечко Давайте Развернем Вот здесь Вот Эксперимент Да Такой Делаем Так Вот Стоп 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 Так Еще разочек Давайте Немножко Система Поломалась Вот Ну Вот так Вот То есть Вот Так Вот Допустим И Конвейер Оставляем Потому что На нем Должно Ну Должно Как бы Быть Так Вот так Вот Вот так Вот Единственное Что мне не нравится То есть Вручную Надо будет Скидывать Понимаете В чем Проблема То есть Мне На Вот этот Как бы Предмет Надо Вручную Все Скидывать Раньше Раньше Можно Было Сделать Чтобы Это Было Все Автоматически А в данном Случае К сожалению Похоже Автоматически Не получится Подавать Сюда Для Разбора Предметы Это Как-то Печально Хотя Знаете У меня Есть Вариант Мы Сейчас Его Точнее Проверим Просто Как Это Работает Может Если Я Здесь Кину Че Это Вот Они Искрятся Ах Ты Смотрите Что Происходит Он Спокойно Их Поднимает Здесь Так Вообще Шикарно Ребят Это Просто Потрясающе Он Спокойно Их Поднимает То есть Видно Вот Этот Момент Работы Его Вот Это Круто Ребят Вообще Потрясающе Сделали Я Не знаю Может Я Не прав Тем Что Восторгаюсь Но Ребят По-моему Система Очень Крутая И Выглядит Самое Главное Эпичненько То есть Это Выглядит Так Эксклюзивно Что ли Даже Сам Прибор Как работает Так Открывается Выдает То есть Здесь Вообще Можно Склад На самом Деле Поставить Или Два Таких Устройства То есть Понятно Что Размеры Производства Можно В разы Увеличивать То есть Просто В огромных Количествах То есть Понимаете Что я тут Все могу Вот Вот так Вот Поскидывать Допустим Что Вот эти Предметы Могу Поскидывать Да То есть Что еще Допустим Бур Могу Да Скорее Всего Можно Также И Вот эти Предметы Из Геокорпс И из Вентура Поскидывать Но Насколько Я знаю Ребят Для Вентура И Геокорпс Есть Отдельные Есть Отдельные Уже Ну Как бы Разбиратели По-моему Крафтилки И тому Подобное Так что Это наверное В будущем Когда я левел Прокачаю Очень круто Очень вообще Ну просто Я не знаю Именно давно Им давно Именно давно Нужно было Заняться Именно таким Крафтом Ставьте лайки Если вам понравилась Серия Потому что Это просто Реально Новая волна В игре Террэтэч Всем всего Удачи И пока